понедельник день тяжелый с самого утра у нас уже интересный велосипед в работе на улице еще снег но люди готовятся к наступающему сезону по количеству сумочек и всему что на него навешано видно что велосипед давно-давно катается и его владелец катается достаточно много что здесь прикольно велосипеду 15 лет со слов владельца и 10 лет он катается на нем и за лет он не менял вообще ничего то есть до этого его обслуживал только предыдущий владелец вилка с диском тормозом сзади посмотрите какое усиление то есть это вибрейк с огромным с огромным закинут подковой но к сожалению закис и владелец им вообще не пользуется ну и по ободу видно что такой достаточно хорошо поюзанный то есть владелец клиент наш не тормозит задним тормозом пользуется только передним передний тормоз не работает отлично вилочка морзочи тоже работают и и попробовал вообще идеально не царапинок ничего работает все замечательно покрышки не менялись больше десяти лет смотрите какие классные с красным таким опытом втулка видимо менялась уже первым хозяином втулка чузан вообще не люфтов не износы не песка ничего нету все тоже замечательно заднее колесо также из . dior я так думаю что наверное либо она была изначально здесь на этом велосипеде либо может быть таки первый владелец поставил две разные втулки крутые и вот с тех пор велосипед служит без обслуживания так что у нас значит по нему по работе накрылась каретка владелец захотел сам ее поменять здесь у нас пластиковая чашка она просто развалилась значит будем выкручивать как-то каким-то образом и ставить новую каретку на промах и в принципе все то есть владелец сказал что он не будет пользоваться передним тормозом он ему не нужен задним тормозом будет пользу только передним соответственно мы ничего не меняем не настраиваем дальше передний переключатель такая древняя древняя осера он закис очень много лет назад мы его тоже делать не будем потому что владелец не пользуется передним переключателем задним переключателем следующая история морить какой то есть это шамана сис не dior ничего древнючий древнючий переклюк если небольшой люфт причем только в этой оси и все замечательно стать петух интегрированный это еще стальная рама потерялся вот этот винтик опять же как бы я так понимаю что клиент сказал ничего не делать его все устраивает то есть мы не будем не цепь менять звездочки 1 2 источник нормальные не ролики менять ничего не будем менять тросик смотреть какой черный закисший он вроде бы работает как бы несмотря на почтенный возраст вот этот ролик тоже немножко тут вокруг своей оси болтается меня тут каретку и если уже клиенту захочется может быть летом он приедет поменять цепи кассету но опять же пока у него ничего не проскакивает даже вот такое седло его по-прежнему устраивает так что сейчас вот сниму все лишнее всю навеску сниму и буду настраивать именно каретку заменять классный цвет рамы сколько интересно весит попробую ну кстати легкий где-то наверно меньше 15 килограмм рулевая тоже видимо не от него то есть кто-то его все-таки модернизировал кто-то его модернизировал вот вилка морзочи это конечно круто какая красивая у него горилла форме такой сердечко так начались работы значит первое первое у нас в таком состоянии шатуны но слава клиента не проскакивает поэтому пока поставим старые может еще сезончик откатается потом уже поставим но потому что они разборные то есть здесь вот видно что они заклепаны с этой стороны они смотрятся как будто бы на бонках на самом деле они заклепаны резьба была сорвана может сейчас фоточки вставлю новую я накатал выжимкой снял шатун чуть-чуть его подшлифовал чтобы забиты надеюсь будет держаться в принципе должен держаться по каретке каретка у нас с обоих сторонах пластиковая вот в таком состоянии там все внутри шарики колечки я тоже выкрутил сейчас все отмываю каретка у нас на 114 стакан у нас 68 вставляю новую каретку все мою вставленную каретку все на смазочку на силиконовую и ставлю старые штаны на место и в принципе его спирт готов будем пробовать что задним переключателем отмыли кареточный стакан состояние очень даже неплохое резьбы все целы чуть-чуть ржавчины велосипед уже 15 лет и еще он проходит очень много знаете почему потому что здесь есть дренажная дырочка видите там внутри вся грязь который попадает в раму через дырочку вытекает берем силиконовую смазку мне очень нравится она даже минус 30 не замерзает и создает такую микро прослойку скажем так между кареткой и кареточным стаканом естественно будет потом проще открутить и берем каретку фирмы кенли к сожалению на 114 нету я ставлю на 116 то есть буквально два миллиметра я сюда смещаю но с учетом того что клиент перешел на вот эти маленькие звезды ему даже так будет получше то есть линия цепи чай онлайн сохранится более прямой все на того что передачать не будет работать вот сразу перед тем как каретку установить вот 68 на 116 обязательно проверить что винты закручиваются иногда где-то на одной каретке там из 30 бывает что резьба плохая нужно сразу ее поправить все вкручиваем и ставим шатуны на место поставил шатаны нашел заглушку такой же серенькой с той стороны тоже поставил цепь укоротил на 8 звеньев то что очень сильно провисала со второй звезды сюда на маленькую сейчас у нас проблема в том что на самой маленькой звезде цепь чиркает о петух тоже петух кривой смотрите вот так вот сейчас здесь индикатор красненький стоит вот в этом положении до отодвигаю планку переношу верхнее положение настраиваю об пододвигаю видите насколько на сантиметр то есть вот на всю вот эту длину получается что петух кривой сейчас соответственно настрою петух отрегулирую переключатель тросики он не просил менять поэтому просто в дэшке промою попробую настроить так но по итогу все равно пришлось рубашку тросика поменять то что все закисал ничего не работало все смазал все промыл поставил новую рубашку тросики переключатель работает отлично цепь укоротил чуть-чуть как бы вот на половине кассеты можно будет покататься на на еще сезончик если цепь не начнет проскакивать если начнет проскакивать тогда придется менять все шатуны и цепи кассету и ролики все полностью всю трансмиссию придется менять все завел соответственно тросики и рубашки как правильно то есть большой петлей не отсюда чтобы заламывала большой петлей все чуть-чуть поправил передний ротор и все велосипед готов полностью работоспособен